Если же говорить про истоки создания СУБД типа семейства столбцов, то они появились благодаря задаче, которая возникла у интернет-поисковиков. Для того, чтобы эффективно хранить проиндексированные веб-страницы, нужно некоторое иное хранилище объектов. То есть нам нужно для каждой из страниц хранить множество различных атрибутов. И таким образом появилась потребность в очень огромные таблицы, говоря терминами реализационной базы, в которые можно было бы хранить все эти различные атрибуты. Конечно, их можно хранить и в документо-ориентированной базе данных, но масштабы хранилищ этих данных не позволяют корректно масштабировать данное решение. И таким образом появились базы данных, заточенные под поиск по большому объему данных. То есть сбор неструктурированной информации со страниц и хранение очень большого объема вот этих проиндексированных страниц. Первый СУБД типа семейства столбцов, который использовался в поисковом движке, является СУБД с названием BigTable, что характерно выражает как раз суть этого типа СУБД. BigTable было изобретено и разработано в Google, но после появились и открытые решения, которые в данный момент достаточно популярны для хранения большого объема неструктурированной информации. Часто используется Cassandra или HBase, который построен на распределенном хранилище Hadoop. Если сравнивать СУБД типа семейства столбцов с документоориентированными СУБД, то можно найти много общего. То есть и там, и там у нас вроде не структурирована информация, и она хранится наиболее оптимальным образом. То есть незаданные атрибуты для объектов просто не занимают память на диске. Однако СУБД типа семейства столбцов рассчитаны именно на большой объем данных, и в них невыгодно хранить какие-то небольшие базы данных, пусть даже и не структурированных документов. Таким образом, это как раз есть одно из отличий, которое выделяет СУБД типа семейства столбцов среди документоориентированных баз данных. Как правило, и Cassandra, и HBase в том числе являются достаточно сложными системами для того, чтобы использовать только один узел. Они рассчитаны, естественно, на хранение в очень большом количестве связанных между собой узлов распределенной базы данных. Поэтому и установка их на локальную машину для того, чтобы использовать некоторый стендалон, то есть один узел, занимает много ресурсов. Субтитры создавал DimaTorzok